Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы обратимся сейчас к 52 главе книги пророка Исаии. Первые два стиха 52 главы – это именно стихи, поэтический текст, являющийся заключением целого пространного гимна, который составляет всю предыдущую 51 главу и начинается еще того ранее. «Встань, облекись в силу твое, сион, отриси из себя прах, уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый». Вот предыдущий гимн о новой жизни, о спасении, которое основано на правде Божьей, этот текст завершается призывом к восстановлению или воскресению Сиона, к новой жизни, в которой уже не будет места ничему оскверненному и нечистому. И вот «Сними цепи с шеи твоей пленная дочь Сиона». Дальше следует совершенно другой по жанру, как бы отдельно стоящий прозаический фрагмент, в котором Откровение Божье облекается в совершенно другую литературную форму и используется чрезвычайно важный, яркий такой тоже прием. Смотрите, Господь говорит так. «За ничто вы были проданы и без серебра будете выкуплены». Речь идет о плене, когда вавилоняне угнали израильтян в Вавилон, разрушили Иерусалим и храм, и ничего им за это не было. Они это сделали силой, никому никакого серебра за Израиль не платили. Вот «Я продал вас без серебра», в общем, говорит Бог. Он прямо в этой картине, в этой парадигме логической говорит, что это я вас отдал и ничего за вас не брал, как нечто бросовое, ненужное, как старую кепку уже непригодную «Я отдал вас без серебра». Но, говорит Бог, и без серебра будете выкуплены. Вы были отданы без платы Вавилону и выкуплены будете точно так же. От вас ничего не потребуется для этого искупления. Без серебра будете выкуплены. Разъяснение дальше в следующем стихе. Господь говорит так. Ну, хорошо, народ мой прежде ходил в Египет, чтобы там жить. Вот Ассирия угнетала его. И, как бы, глядя на Вавилонский плен, Бог говорит, а это еще что такое? В синодальном переводе. А теперь что это у меня здесь? Вдруг, как будто, как будто, первый раз видит Бог вот это вот все бесчинство и бесчеловечность и жестокость Вавилонин, все то, что происходит с Израилем в плену, как будто бы Бог смотрел куда-то ввыси глобальной справедливости, потом опустил газол и сказал, так, это еще что такое? Нет, так не будет. Народ мой взят даром, и властители их имеются в виду, те, кто владеют Израилем. А властители их в Вавилонине неистовствуют и бесславят имя мое. Нет, говорит Бог, народ мой узнает имя мое, узнает, что я это тот, кто сказал, вот я. Я, слегка неуклюже, конечно, в синодальном переводе выражение, но какое есть. Народ мой узнает, что я это тот, кто сказал Моисию, я есть сущий. Вот, я тоже один из переводов имени Яхве. Я это я. Значит, Господь говорит, я тот, кто услышал вопль народа моего в Египте. Ведь определение, которое Бог дает Моисею, на Синае. Когда Моисей спрашивает, а как объяснить, кто ты такой? Я тот, кто слышит вопль народа моего в Египте, и иду избавить его. Вот, я тот же, который сказал, иду избавить его. Вот об этом узнает народ Божий тогда, когда Бог избавит его из плена. Вот это вот рифма, если хотите. Проданы без серебра, будете выкуплены без серебра. И все узнают, что народ мой взят даром, но даром и выведен из этого плена. И эта смысловая рифма потом еще нам встретится у Исаии Вавилонского. А дальше, начиная с 7 стиха, начинается такой пространный, тоже не оканчивающийся в 52 главе гимн о избавлении, о том, что воля Божья в том, чтобы спасти народ. Вот, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение. Как прекрасно то, что Бог возвещает мир. Как прекрасны ноги, стоящие на горах, ноги того, кто приносит это возвещение мира. В сущности, понимаете, Исаия здесь рифмует подразумеваемые войска бесконечные. Все эти своры, завоеватели, они же все пяткой себя в грудь лупят и рассказывают, как они идут восстанавливать там справедливость, тролли-вали. На самом деле все, конечно, вранье, потому что они возвещают войну, они возвещают брань. Вот и это отвратительная и смертоносная злоба этого мира, сатанинская злоба. Всегда, всегда. Тот, кто исходит от Бога, его ноги прекрасны потому, что он возвещает мир и только мир. Только мир возвещает Бог. Вот благовествует радость, проповедует спасение. Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют. Те, кто наблюдают за окружающей жизнью, радуются потому, что Господь возвращается в Сион. Бог не бросил до конца. Господь возвращается в Сион. Он обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Таким образом, это не просто некое тайное сокровенное действие для израильтян, которые будут тихо знать о том, что Бог благ, и никому не расскажут. Нет, так тоже нельзя. Это тоже не в замысле Божьем. Все концы земли увидят спасение Бога нашего, увидят вот эту правду Божью, опираясь на которую люди спасаются. И говоря о Вавилоне, пророк возвещает, может быть, от своего лица, может быть, от лица Мессии, может быть, от лица Отца Небесного. Здесь невозможно отдифференцировать. Он говорит, все, уходите оттуда, идите, 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 выходите оттуда. Повторяются раз за разом, с нарастающей силой эти слова, хватит, уходите оттуда, все, не касайтесь нечистого, отряхните прах с ног ваших, как говорит Новый Завет в таких случаях. Уходите. Вот выходите из среды его и очистите себя. И вы не удирать оттуда будете, а пойдете неторопливо, не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем. До сих пор все-таки все сказанное относилось к Израилю. Следующий стих, другой поворот, «Вот раб мой будет благоуспешен». И вполне допустимо полагать, что и здесь, как и в предыдущих стихах, Израиль назван рабом Божьим. Но мы также знаем, что Исаия Вавилонский называет рабом Божьим или отроком Господнем, помазанника, того, кто приходит от Бога и во имя правды Божьей избавить народ из плена. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется, возвеличится». Может быть, конечно, и об Израиле, а может быть, и о Мессии. Читаем дальше. 14 стих, пророк говорит от лица Господня, «Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих». Вероятно, для слушателей и читателей Исаии первых поколений речь идет о том, что люди смотрят на народ Божий, на тот народ, про который известно, что он Божий, про который известно, что он не должен терпеть ущерба. «Но многие изумляются, глядя на то, до какой степени уничижения, умоления, страдания доходишь ты, народ мой, сколь обезображен лик его паче всякого человека». Ну, может быть, здесь чуть есть поэтическое преувеличение, потому что в Вавилонском плену страдали очень многие депортированные народы, далеко не одни только иудеи. И уровень страданий, так сказать, количество их в единицу времени едва ли вообще поддается измерению, поэтому сказать, что кто-то больше всех, кто-то меньше всех, тоже не было бы справедливым. Но вот здесь Господь через пророк обращается к Исаии, к Израилю и говорит именно о страданиях Израиля, не сопоставляя с другими народами. Вот не сопоставляя, потому что не в общем фоне, не в общей картине для него народ Божий. Итак, ты раб мой, а люди изумляются, потому что вид твой обезображен. И многие народы приведет он в изумление, имеется в виду путь, по которому Бог ведет народ свой. Вот он приведет в изумление многие народы, или путь, по которому пройдет помазанник, мессия, впереди народа Божьего, как пастырь перед стадом. Вот этот путь многие народы приведет в изумление, и цари закроют перед ним уста свои. Здесь, ну, автор перевода, как вы понимаете, старался все-таки говорить высоким стилем. Ну, нельзя было бы перевести эти слова, неправильно было бы. Как цари заткнутся, глядя на него. Вот все эти цари со своей болтовней, про свое величие, про то, как, что правильно, что неправильно, какие все, прости, Господи, народ богоносца и прочие чушь, цари заткнутся, глядя на правду, которая заключается в том, что каким-то поразительным, непредсказуемым, невозможным образом Бог оказывается впереди народа своего, когда народ Божий вместе с Мессией обезображен паче всякого человека. Редактор субтитров А.Семкин